Всем привет дорогие друзья, вы на канале Сложный Процент и сегодня я покажу и расскажу вам как пользоваться и настраивать такую штуку как Vulvat VPN. Зачем он вообще нужен? Это такой сервис, который позволяет вам скрывать и в целом менять свой IP адрес. Для чего он нужен такому человеку как я, который обычно использует прокси? Ну в целом это очевидно. Если вы подписаны на мой телеграм канал, ссылка к слову на который будет в описании, то вы точно видели данную раздачу. Абуз топ акции от CoinLin, которая дает возможность получить 60 долларов, купить на них криптовалюту. Если через 7 дней криптовалюта вырастет, то мы можем забрать прибыль. Проблема в том, что данная раздача не работает для Украины и возможно России, но я это точно не проверял. Поэтому для того, чтобы ее заобузить, я буду использовать Vulvat VPN. Безусловно, он стоит каких-либо денег, а именно 5 евро или долларов в месяц. По-моему даже евро. А это такая весомая сумма, но он очень удобный, его можно устанавливать на 5 устройств. Я покажу как его настраивать для того, чтобы им можно было удобно пользоваться. Как включать его на телефоне, ведь очень много людей просто-напросто не умеют это делать. Поэтому это видео предназначено специально для них. Так вот, для того, чтобы Vulvat VPN себе скачать, мы заходим просто на сайт, вот так вот забиваем в гугле, Vulvat VPN скачать. Нас убивает на их официальный сайт. Для этого мы должны начать зарегистрироваться. В целом, Vulvat VPN у меня уже скачан. Вот он ярлычок на рабочем столе. Поэтому я сейчас покажу вам процесс регистрации другого аккаунта. Создать номер счета. Мы его копируем. Я его себе скопировал. Его не теряйте, потому что это идентификатор пользователя. То есть с помощью него можно будет подключаться. Мы заходим, дальше загружаем себе приложение и пополняем себе, оплачиваем этот Vulvat VPN. В общем, а вот этой вот записью я буду пользоваться. Ну, оплачивать здесь через кредитную банковскую карточку никаких проблем нет. Мы вводим номер карточки, ваш СВЦ-код, дата выпуска и подтверждаем у себя в приложении. В общем, я уже оплатил VPN. Сейчас я нахожусь в своей учетной записи. Для того, чтобы войти мне в свой VPN, я его должен скачать. Он у меня, к слову, уже скачан. Вот, я его просто-напросто открываю. Жму далее. Вот, все, готово. Здесь надо было ввести просто вот этот вот токен, который вначале я вам показывал, что его нужно скопировать. И все, и вы заходите сразу в свой VPN. Теперь можно выбрать любую другую страну, которую вы хотите подключить. Например, там, я не знаю, Бельгия. И все, и ваш IP-шник, он будет защищен. К слову, можно через такую вкладочку, как раздельное туннелирование, изолировать определенные приложения, которые находятся у вас на ПК. Да и на телефоне, насколько я помню, это можно сделать. Сейчас вот тут вот справа, скорее всего, появится процесс скачивания этого приложения и процесс входа в него и настройки, пока я буду вот это вот все дело рассказывать. То есть, здесь можно поставить свое приложение в исключение для того, чтобы оно не использовало VPN. То есть, оно использовало настоящий ваш IP-шник. Вот, то есть, куча приложений разных. Можно находить другое приложение, но там надо искать путь к его исходнику, в общем, на вашем компьютере. Это показывать не буду сейчас. К слову, вот, включаем защитное подключение и тадам, я уже как бы для своего телефона нахожусь где-нибудь в Швеции. И так же само в настройках, в дополнительном, я могу использовать раздельное туннелирование и выбрать приложения, которые не будут использовать VPN. В общем, вот так вот. В целом, настраивать здесь особо ничего, как бы, не приходится, потому что все и так уже, ну, интуитивно понятное приложение. Ну, а это на сегодня все, что я хотел рассказать по поводу данного приложения. Немного выбивается видео из привычного формата, но все же. Возможно, кому-нибудь оно будет полезно. Но если хотите узнать про различные способы заработка в мире криптовалют, как без вложений, так и с небольшими вложениями, подписывайтесь на мой YouTube канал, также подписывайтесь на мой Telegram канал. Здесь я каждый день пощу много всего интересного. Ну, а это на сегодня все. Всем пока-пока.